Приветствую, дамы и господа! Уже не раз меня просили сделать ролик формата 100 дней в Майнкрафте! И вот всё-таки я делаю подобное, хоть изначально не особо-то и хотел, часто отнекивался и всё подобное. Ну, понимаете, новый формат, чрезмерное количество схожих роликов, соответственно, с огромнейшей конкуренцией, сложность реализации, много затраченного времени и всё подобное. В общем, слишком много «но». Однако, как видите, я всё-таки здесь. Выживание пойдёт на версии 1.21. 1.20.1 Какие названия неудобные для произношения. Сборкой же станет Терафирма Adventure от автора Proxven. Это создатель сборки Oxford Pack, я по ней, кстати, обзор делал. Ну и, как ясно из названия, основа сборки — легендарная модификация Терафирма Крафт, или же ТФК. Основная суть мода — сделать процесс прогрессии в Майнкрафте более реалистичным, путём добавления сложности, новых ресурсов, процессов и тонны разных механик. Ну а растосборка, то без дополнений к этому моду также не обошлось. Вдобавок, для более поздних этапов есть моды по типу Create и The Down Era, о которых, по-вероятно, и так уже немало наслышаны. Думаю, начало уже неплохо затянул, поэтому приступим. Итак, создав мир, первым делом я начал уже тривиально, ну, разумеется, для мода, собирать камушки и палочки. Далее каменные заготовки, правда, по привычке начал делать кирку, забыв, что до первой кирки мне как до луны пешком. Одумавшись, создал первый набор инструментов, даже копьё намутил. Немного подсобрал сено, и началась весёлая рубка деревьев. Да. На видео всё ускорено в 20 раз, если что. Ну, собственно, ещё деревьев и запасные топоры, на всякий случай. После этого решил немного исследовать территорию и насол... 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 После этого решил немного исследовать территорию и нашёл мясо со шкурой. Видимо, кто-то уже помер. Поплутав, ещё немного нашёл неплохое место, где и обосновался. Сложил брёвна и сделал первый костёр, первое мясо и первая нормальная еда. Хоть была ночь, но до кровати мне тоже ещё прогрессить и прогрессить, так что решил времени зря не тратить и отправился за глиной. По дороге нашёл и собрал фруктовое дерево. Его листья мне пригодятся для засушки фруктов с ягодками. Ну и вот первые глиняные вещи и первое... А, я яму не могу выкопать. Жажда настала. Ну ничего страшного, у меня же ведь море рядом есть. Подумал я, забыв, что вода в моде может быть солёной. И да, вы правильно обозначили моё везение. Вода солёная была не только в море, в принципе везде. Однако спустя минут 20 я всё-таки смог в лесу найти озерцо, откуда впоследствии и начал черпать воду. Ну и наконец-таки уже первая яма для обжига. Выкапываем блок, ложим заготовочки из сена и сверху брёвна. Зажигаем. После обжарки поставил котелки и немного разгрузил инвентарь. И побежал к озеру за водой, ведь снова наступала жажда. Где я нашёл ещё, кстати, медведя. Ну или он меня. В общем, кое-как оторвался, но... Я ещё отомщу, вроде ты не шаг. Кхм, простите. В общем, сложил вещички, убил динозавра, впрочем, ничего необычного. Ну и отправился на поиски медных кусочков. Стоит, думаю, пояснить хотя бы этот момент, а то без разъяснений как-то иду. В моде нельзя просто скрафтить печку и плавить металлы. Единственное, что мне доступно, это поиск небольших кусочков, которые впоследствии нужно будет расплавить в той же яме, где я делал вещички из глины. И вылить металл в форму, после чего уже получить первую заготовку для кирки и, собственно, саму кирку. Но сколько я не пытался искать, меди я так и не нашёл. А вот медведь меня нашёл снова. Но на этот раз он сам убежал от меня, потому что я суперскилловый игрок. А может ты просто нашёл возвышенность, где он тебя не смог достать? Тихо, я скилл, ничего не знаю. Собственно, я пошарился ещё немного, снова не нашёл меди, ну и решил подсобрать немного глины и сделать пару дополнительных горшков, а то старые уже заполнились. Потом снова на поиски меди. Да, я буду продолжать поиски, ведь без меди в ТФК продвинуться просто не получится. На пляже нашёл ракушки, которые пригодятся мне потом для создания строительного раствора и, соответственно, блоков для стройки. А ещё нашёл корабль со штанами, который даже надеть не смог. У моего персонажа слишком низкий уровень. На самом деле обидно. Из более полезного я нашёл карту и неплохо так золото с железом. И нет, я не смогу скрафтить из них кирку. Эти металлы используются для сплава, а конкретно для чёрной бронзы, из которой уже можно будет сделать кирку. Но сам факт того, что это сплав, думаю, и так ясно намекает, что без меди я всё равно никуда не продвинусь. А ещё помните карту? Странно было бы, если бы вы её забыли, ведь я о ней говорил только что. Ладно. В общем, пришёл я к нужному месту, но раскопав всё, так и не обнаружил клад. Обидно. Но найденное в корабле ведро использовал, создал источник на базе и продолжил исследование карты. Нашёл вулкан, но он сейчас бесполезен. Да и в будущем, скорее всего, не понадобится. Ладно. Однако вот дальнейшая находка в виде деревни была значимо радужнее, чем всё, что я находил до этого. Здесь я себе спи... Эм... Одолжил некоторое время мясо, нож, сено, кожи, пару яиц. Короче, так неплохо затарился. Ну и ещё взял пару сундучков и уже на базе разместил их. Теперь хотя бы можно вещи нормально складировать. А вот и первое спальное место. Скипать ночью я, конечно, не смогу, но хотя бы точку спавна поменять уже неплохо. И да, я всё-таки смог найти сколько-то до меди. По итогу у меня получилось на пару инструментов. Чуть больше. Так у меня появилась медная кирка и пила, которая нужна для крафтодосок, верстака и прочей подобной шелухи. Пока что решил передохнуть от приключений и заняться потихоньку обустройством территории под будущую стройку. Ну и куда же без огорода? Посева, от которого я правда буду ждать дольше, чем медь искал? Ну да ладно. Плюсом я вспомнил про фруктовые листья и решил засушить клубнику. И угадайте, кто снова нашёл меня? Долбанный медведь. Правда, на сей раз он не смог уйти. Просто легчайше. Уничтожил и переиграл. Мой зейшер враг наконец-то повержен. С третьего раза. После того, как я вдувально страдал со хернёй, заметил, что маловато у меня осталось дерева. Ну и пришлось идти за ним. Затем сделал балки и шахта. Столь привычное вроде как для всех майнкрафтеров место, но не с этим модом. Не вдаваясь в подробности, я нашёл шахту и чуть не помер от зомби со скелетом. Но зато нашёл сундучки с золотым яблоком медью. А ещё мелки из мода, которые я показывал в одном из шортсов. Дальнейшая задача, я решил приступить к созданию сплава. В моём случае наиболее простым стала чёрная бронза, поэтому... Да. Закинув нужные пропорции металлов, отправил всё в яму. И парочка новых инструментов на базе. Далее первая наковальня. Для этого мне нужен был цельный каменный блок. Добыть его можно было, просто убрав все блоки вокруг него. Так он сам выпадет в цельном виде. То первым молоточком и... Первая наковальня готова. Да, всё настолько просто. Сделал также жернов для перемалывания ракушек и продолжил похождения по шахтам. Дополнив посевы и ещё раз убедившись, что в этом выживании я их, видимо, не дождусь, доплавил себе оставшиеся инструменты. А ещё сделал бурдюк из мочевого пузыря медведя. Теперь можно будет брать с собой, конечно, больше воды, но... Крафт, конечно, очень сомнительный. Дальнейшим этапом должна была стать печь. Для неё нужен уголь, поэтому сделал угольную яму. Пускай потихо делает уголь. Сколько слов уголь. И да, можете поздравить, я наконец-то дошёл до момента создания строительных блоков. Поэтому решил начать уже наконец-то строиться, а то тусить на улице как-то не очень. Камни, дерево, брёвна, доски, второй этаж, немного внешних декорейт, ну и крыша. Вроде как основную часть дома достроил, осталось обустроить внутри и научиться выдавать стекло. Тогда дом будет максимально красивым. Разумеется, я у мамы строитель. Только вот одно но. Сто дней-то, как оказалось, закончились. Притом я даже и чуть больше наиграл. Да, вот так за целых сто игровых дней я по факту успел только-только приступить к самым интересным моментам мода. Ну ладно, зато наконец-то почувствовал этот вайп бесконечного фарма долбаной меди, б***ь. Что могу ещё сказать? Сборка довольно большая в наполнении, но вот доступен он станет вам уже после развития по ТФК. Сама же суть сборки, как я понимаю, именно в долгом выживании. Тут заспидранить её за пару дней не получится. Она больше рассчитана на тех, кому нравится неспешное выживание, где ты постепенно-постепенно прогрессируешь. Но думаю, что я всё-таки попробую продолжить своё выживание в этом мире. Интересно, чего смогу добиться. Ну и впоследствии, возможно, выпущу продолжение. Кто знает, что взбредёт мне внезапно в голову. Ну и да, я снова затягиваю. Не забудьте про лайк и подписку, если вам видео всё-таки понравилось. Вот, ну и плюсом у нас скоро 90к, а там уже и до сотки недалеко, так что... Буду предельно благодарен вашей поддержке. Все же ссылки есть в описании, именно на Телеграм, на мой сервер в Майнкрафте. Ну и, собственно, на саму сборку, которая бесплатна, да. В этот раз всё хорошо, не переживайте. В общем, всё в описании. Смотрите, читайте, проверяйте и всё подобное прочее. Спасибо ещё раз огромнейшее за просмотр. И на этом я не прощаюсь.